Всем привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я, наконец-то, выпускаю долгожданные книжные покупки Марта. Очень люблю рассказывать, как я потратила деньги на книги. Вообще, мне кажется, что приятнее, чем смотреть, как другие тратят деньги на книги. Может быть, только тратить деньги на книги самому. Так что любите книги, покупайте книги. Возможно, после этого видео уже что-нибудь отправится в вашу корзину на каком-нибудь сайте. Или, может быть, вы пойдете в какой-нибудь розничный магазин и сразу купите что-нибудь там. Если что, я не виновата. Я всю ответственность с себя снимаю. Это сугубо ваш выбор. Вы можете быть кремнем, держаться, просто смотреть на мои книги и ничего не покупать. Я в вас верю, вы сильные. Я потратила немало, сразу скажу, потому что книг было аж 14 в марте. Все горячо мной любимые. Каждую я выбирала своим сердечком. Но вообще интересно, что это видео вдохновлено во многом другими книжными блогерами, потому что в этом ролике большая часть покупок это советы девочек, которых я смотрю на Буктюбе, за что им большое спасибо. И первые благодарности отправляются Маше с канала Black Birds Books, потому что Маша однажды посоветовала мне в комментариях книгу Сергея Максимова, когда узнала, что я увлекаюсь русским фольклором. Это заметки «Нечистая неведомая и крестная сила», которые посвящены русским народным верованиям. Максимов был этнографом, фольклористом, ездил по деревням, собирал какие-то сведения о обрядах, о традициях, о леших, кикиморах, бабе-еге, обдерихах, демонах, оборотнях, чертях, всех-всех-всех, кого только можно найти в русских деревнях. И написал об этом вот такой труд, который впервые выпустили в 1903 году. То есть этой книге уже больше 120 лет, но ее все еще очень интересно читать. Я, когда ее приобрела, сразу же открыла и прочла пару глав, потому что не могла терпеть. И даже что-то здесь уже карандашом поотмечала. Написано «Очень живо». Здесь очень много всякой фактуры, я такое люблю. Вот, например, всего чаще черти принимают образ черной кошки, поэтому во время грозы догадливые деревенские хозяева всегда выбрасывают животных этой масти за дверь и на улицу, считая, что в них присутствует нечистый дух. Отсюда выражение, что при ссоре пробегает между людьми черная кошка. Меня немножко расстроил этот абзац, потому что я хозяйка черного кота, и считаю, что черные коты не просто несчастье приносят людям, а они приносят им самое настоящее счастье, потому что я стала абсолютно счастливым человеком, когда у меня появился этот кот. Так что я в эту примету не верю. Но это не значит, что я не верю в другие приметы, которые здесь описаны. Мне кажется, что приметы — это такой наш культурный кот, и всегда интересно, откуда они взялись, откуда растут ноги у них, как это все вообще объяснялось логически в те времена, когда их придумывали, или, может быть, не логически, а каким-то другим образом это объяснялось. В общем, все это очень увлекательно. Я обязательно расскажу вам об этой книге, когда прочитаю, может быть, сделаю подборку каких-то классных фактов из нее, потому что мне кажется, что их там найдется уйма. Продолжая показывать книги, которые я приобрела благодаря Маше, в одном из своих видео она рассказала про книгу Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Это книга про депрессию. Я, как человек, который не понаслышке знает, что такое депрессия, очень люблю книги про депрессию. Я не знаю, почему. Мне, видимо, своей мало. Мне важно посмотреть, как вообще все это происходит у других людей. Так вот, Михаил Зощенко — это автор, которого мы все знаем по смешным каким-то сатирическим рассказам, по фильеттонам. Такой человек с отличным чувством юмора. Как оказалось, у него была довольно печальная и грустная жизнь, которую он здесь описывает. К счастью, книга с счастливым финалом, с Зощенко все было хорошо. Он смог выкарабкаться. Он большой, сильный молодец. Поэтому мы еще увидели так много его произведений. Я в последнее время как-то очень тяготею к биографиям, к мемуарам, к каким-то письмам. И, возможно, эта книга была куплена мной еще и поэтому. Мне захотелось прочитать какие-то реальные свидетельства из жизни. Маша очень здорово рассказывала об этой книге на своем канале, поэтому абсолютно у меня не было никаких шансов ее не купить. Хочу познакомиться с ней в ближайшее время. Причем я не только купила книгу Зощенко о его жизни, я еще купила книгу Зощенко с его рассказами, но я ее чуть позже покажу. Решила я как-то прям так комплексно окунуться в творчество этого писателя. Ну и, наконец, еще одна книга из ролика Маши. Это Анатолий Мариенгов «Циники. Бритый человек». Я еще знаю, что эту книгу очень любит Саша с канала «Слитнесин и Лайбрери». Будет очень интересно, когда я прочитаю, сравнить наши с ней впечатления от нее. Анатолий Мариенгов был большим другом Сергея Александровича Есенина. Вот они здесь, на этой обложке, два прекрасных молодых человека изображены. Книга Мариенгов была запрещена в Советской России, потому что ее считали антиобщественной. Это я сейчас говорю как раз-таки о романе «Циники». И свет она увидела только в конце 80-х, но сразу же получила очень большое признание. В частности, Иосиф Броский называл ее одним из самых новаторских романов 20 века. Ну, знаете ли, от Броскова услышит такое-то вам не хухар и мухар и на минуточку. Я жду от нее чего-то образного, поскольку Мариенгов был поэтом-имуженистом. Хочу какого-то такого чего-то необычного касательно языка. Может быть, даже чуть-чуть сложного. Я готова читать что-то сложное, пробираться, может быть, сквозь текст. Мне вообще как-то хочется все последние покупки поскорее прочитать. В этот момент книги, которые стоят у меня на полках уже 3-4 года, такие, ну да, ну да, пошли мы нафиг. Как-то, наверное, нужно мне немножко найти баланс, что ли, читать что-то из старого, из нового, потому что как только я покупаю что-то новое, мне сразу хочется накидываться на него, в то время как у меня вроде были какие-то уже планы на книги, которые давно стоят на полках, и я как-то про них забываю. Вообще расскажите, как у вас это происходит. Я знаю, что хороший способ бороться с этим, тот же самый челлендж 12 забытых книг, в котором я участвую, собственно. Безбожно отстаю. Сначала у меня вроде бы все в январе, в феврале шло хорошо. В марте я как-то немножко подстопорилась с книгой Джерома, к лапке Джерома. До сих пор ее читаю, она у меня довольно медленно идет. Но надеюсь все-таки, что к концу года я весь список одолею, и при этом смогу с чистой совестью каждый месяц еще читать какие-то новинки, которые появляются у меня. Дальше перейдем к большим книгам, к азбуке. Большие книги. Собственно, как раз Зощенко. Не может быть. Здесь у нас все основные художественные его произведения, рассказы, филеетоны, сентиментальные повести и удивительная голубая книга, попытка написать краткую историю человеческих отношений, начиная с древних времен. Я ничего не слышала про голубую книгу, поэтому заинтригована даже, что бы это могло быть. У Зощенко я в школьные годы читала какие-то рассказы, они мне очень нравились. Кроме того, я обожаю советский фильм, который так и называется «Не может быть». Там он тоже состоит из таких небольших новелл, вдохновленных произведениями Зощенко. Очень смешной, очень классный там актерский состав. Всем советую посмотреть. Ирина Адоевцева «На берегах Невы, на берегах Сены». Впервые про эту книгу я услышала в видео Ани Власовой еще очень давно, но руки и кошелек у меня дошли, чтобы ее купить только в марте. Опять же, хочется чего-то живого, хочется каких-то документальных свидетельств эпохи. Я довольно мало знаю про Серебряный век именно от очевидцев, и мне хочется погрузиться в это время не вместе с учебником истории, а как раз таки с какими-то людьми, которые были свидетелями этого времени, которые бы могли мне рассказать о том, что там происходило изнутри. Мне кажется, Ирина Адоевцева одна из ярких представительниц этого времени, несмотря на то, что она в 22-м году покинула Россию вместе со своим мужем Георгием Ивановым, тоже знаменитым поэтом. Сама Ирина Адоевцева была любимой ученицей Гумилева, кстати. Она вращалась среди очень знаменитых людей. Здесь просто куча фамилий, которые упоминаются в ее мемуарах. Это Осип Мандельштам, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Анна Ахматова, Иван Бунин, собственно, Николай Гумилев, Георгий Иванов. Это такой памятник эпохи, это живое свидетельство того времени. Мне очень понравилось предисловие к мемуарам, которое написала сама Ирина Адоевцева. Я пишу не о себе, я пишу не для себя, а о тех, кого мне было дано узнать. Я пишу о них и для них. О себе я стараюсь говорить как можно меньше. Ну, мне кажется, так или иначе, о себе в мемуарах не говорить невозможно, поэтому будет еще интересно узнать немножко о характере самой Ирины. Мне кажется, она была яркой, такой заметной личностью. Раз смогла прожить такую насыщенную жизнь, она, кстати, вернулась потом в Россию, когда ей было уже 92 года. Это был, по-моему, конец 80-х, если я не ошибаюсь, до 1987 год. Тогда она была последней представительницей Серебряного века и начала писать третью книгу своих воспоминаний на берегах леты, реки Забвения, так скажем. Но она осталась незаконченной. Но, к счастью, в этой книге есть несколько глав из нее. Будет тоже интересно с ней познакомиться. Ну и, наконец, третий мой кирпич. Это тетралогия Луизы Майолк от «Маленькие женщины». Вообще, конечно, немножко рискованно было покупать сразу тетралогию, потому что я не читала «Маленьких женщин». Я не знаю, понравятся они мне или нет. Я от многих слышала, что книга как-то чересчур морализаторствует, очень нравоучительная. Меня это немножко самую капельку напугало, потому что я обычно в литературных произведениях такого не люблю. Мне и в жизни всего этого хватает от каких-то людей не самых приятных, которые иногда меня окружают. Так вот, это история про четырех сестер, которые максимально не похожи друг на друга. Мэг, Джо, Бет и Эмми. Вместе с матерью они ожидают возвращения отца с войны и переживают все этапы взросления. Вообще, я люблю истории про взросление, особенно про взросление девочек. Мне всегда интересно это сравнивать как-то со своим детством, несмотря на то, что это совсем другие времена, совсем другой век даже. Мне все равно всегда, кажется, можно найти много каких-то общих точек, что ли, соприкосновения. Всегда интересно сравнивать. Поэтому с удовольствием прочту и потом поделюсь своими впечатлениями. Я начну, наверное, с первого романа «Маленькие женщины». Сразу не буду пытаться осилить этот кирпич. Здесь больше тысячи страниц. Ну а дальше посмотрим, как пойдет. Сюда вошли романы «Маленькие женщины», «Юные жены», «Маленькие мужчины» и «Взрослая жизнь». Вот такой набор. На полке будет смотреться классно. Очень красивая книга. Надеюсь, что она мне еще и понравится, чтобы она не просто так стояла, таким кирпичом, которым можно убивать на полках, но еще и, может быть, вошла в число, ну если не моих любимых, то хотя бы произведений, которые оставили о себе приятные впечатления, что ли. С азбукой мы закончили. Наконец-то. Теперь продолжаем с эксклюзивной классикой. Эти книги моя спонтанная вообще покупка. Дело было 8 марта. Мы с мужем зашли в «Читай город». Ему нужен был новый блокнот. Я не собиралась ничего вообще абсолютно покупать. Я довольно редко что-то покупаю в розничных магазинах, ну потому что, вы сами понимаете, там наценка. Плюс у меня в онлайн-магазинах уже в каких-то местах есть приятные скидки вроде «Лабиринты», поэтому там получается не слишком дорого. Ну и доставка домой — это всегда приятно, не тащить книги тяжелые в пакете. Но тут я бродила между полок с эксклюзивной классикой и даже сама не поняла, как руки начали снимать что-то с полок, как я уже пробила эти книги на кассе, и потом такая абсолютно ошалевшая, вышла из магазина, думаю, а что это все было? Я, видимо, так давно не покупала ничего в рознице, что мне вдруг прям захотелось сильно-сильно. Я вам их экспрессом показала, сейчас чуть подробнее расскажу. Во-первых, это роман Ширли Джексон «Мы всегда жили в замке». Ширли Джексон называют такой вдохновительницей Стивена Кинга. Считается, что король ужасов читал многие ее работы и после этого вдохновлялся на написание своих страшных романов. Существует даже премия имени Ширли Джексон. Ее дают за выдающиеся достижения в литературе психологического саспенса и ужасов. Так что это вам не хухры-мухры. Но «Мы всегда жили в замке», мне кажется, немножко выбивается из ряда вот этих ужастиков, ну, судя по аннотации. Хотя я все еще не совсем понимаю, что нас ждет внутри, потому что аннотация такая очень расплывчатая. Мы имеем дело с двумя сестрами, у них умерли все родственники, они остались только вдвоем. И, скрываясь от злых пересудов соседей в своем родовом имении, они его покидают только, чтобы купить какие-то продукты. Но вот однажды в дверь стучится их двоюродный брат внезапно. И его приезд, очевидно, как-то изменит их жизнь. Можно только догадываться о том, что произойдет после визита двоюродного брата. Можно кучу всяких теорий выстроить. Я, наверное, не буду этого делать. Дождусь, пока прочитаю книгу и узнаю все наверняка. Здесь еще написано, что роман был экранизирован в 2018 году. Это психологический триллер о тайных войнах внутри человеческой души и зле, скрывающемся в нашем ежедневном существовании. Но саспенс здесь, судя по всему, будет присутствовать очень даже. Я такое люблю. Очередная благодарность отправляется Насте Суворова с одноименного канала, потому что именно в одном из ее видео я впервые услышала про роман Барбары Кингсолвер Библии «Ядоносного дерева», и он меня очень заинтересовал. В центре сюжета фанатичный миссионер, который вместе со своей семьей, с женой, с дочерью, переезжает в африканскую страну Конго, где он собирается обращать местных жителей в христианство. Но у местных жителей хватает своих каких-то обрядов, традиций, поверий. У них есть свои святыни, и они не готовы предавать традиции своих предков, они их свято чтут и продолжают проводить свои, порой, бесчеловечные обряды, чем очень расстраивают этого самого миссионера. В то же самое время в его семье тоже зреет конфликт, потому что его дочери, его жена были не готовы к такому повороту событий, к тому, что им придется переехать из цивилизованной Америки, по сути, в какие-то джунгли, и пытаться там как-то выстраивать свой быт. Очень интересно, как все это разрешится. Мне кажется, что ничего хорошего, никакого хорошего выхода из этой ситуации ждать нам в этой книге не придется. Ну и, наконец, книга, про которую я ничегошеньки не знаю, это «Дела семейные» Рахинтона Мистри. У меня рука как-то к ней потянулась, очень меня заинтриговала аннотация, но я про эту книгу, правда, ни от кого не слышала ничего. Так что, если вы ее читали, или, может быть, вы где-то у кого-то видели какое-то видео про нее, расскажите мне, потому что я нахожусь здесь в полном неведении, мне просто очень понравилось краткое содержание, которое я прочитала на обложке. Здесь у нас роман о трех поколениях семьи, которая живет в Бомбее. Главный герой — это профессор литературы, который всю свою жизнь посвятил другим, сначала своим ученикам, потом женщине, на которой ему пришлось жениться из чувства долга родной дочери, приемным детям, то есть детям его жены от первого брака, между которыми он никогда не делал разницы со своими родными детьми. Но пришло время, когда профессор Стар болен, ему нужен уход, а его семья, младшие поколения его семьи никак не могут договориться, как все это организовать, потому что необходимость сплотиться вокруг этого профессора, она вызывает просто шквал негодования и разжигает настоящий костер разногласий. Я обожаю какие-то семейные саги, семейные истории, поэтому думаю, что мне будет очень увлекательно погрузиться во все эти хитросплетенные отношения вот этой семьи из Бомбея. Перейдем еще к одному толстяку от издательства Самокат. Это Мисс Черити, Мария Однурай. Здесь мое спасибо летит Даша с канала Дуэридми, потому что она так здорово рассказала однажды в своем видео про эту книгу, что я была в абсолютной уверенности, что нужно брать. И она мне очень понравится. Я эту книгу выцепила на Авито по приятной цене, плюс она мне пришла, в общем-то, в идеальном состоянии. Ее, очевидно, читали, наверное, только один раз. Не знаю, может быть, не понравилось, поэтому решили продать. Книга кажется огромной, но здесь очень крупный шрифт. К тому же некоторые главы написаны, знаете, в стиле пьесы, что ли, и толстые довольно страницы, поэтому я думаю, что читать я ее буду не так уж долго, как это может показаться. Вот здесь, посмотрите, замечательные голуби, кролики, очень классные иллюстрации, мне прямо нравится рисовка. Здесь вот ребенка несут. Здесь вот прекрасная такая мышильда, мышка. Это история про довольно нетипичную девочку для того времени, в которой она росла. Она совсем не заботилась о нарядах и замужестве. Ей гораздо приятнее было исследовать окружающий мир, возиться с какими-то животными. Так мисс Черити становится, благодаря своей любознательности, детской писательности и иллюстратором, по сути, повторяет судьбу Беатрии Споттер, которая придумала историю про кролика Питера. Собственно, жизнью Беатрии Споттера Марио Тмурай вдохновлялась, когда писала эту книгу. Мне очень нравятся истории про дерзких, активных девчонок, которые ломают систему. Так что почему-то есть такое внутреннее ощущение, что эта книга мне абсолютно точно придется по вкусу и станет одной из моих любимых. Есть какое-то такое предчувствие, что ли, интуиция мне так подсказывает. Если вы читали эту книгу, обязательно напишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Я продолжаю что-то покупать из детской литературы. Есть у меня в последнее время такая потребность читать что-то детское. Если вы можете мне посоветовать что-то из детских книг, тоже обязательно приходите с этим в комментарии. Я буду вам только благодарна. Знаю, что сейчас очень много всего хорошего выходит в издательстве Самокат, поэтому, может быть, вы мне что-то оттуда посоветуете, может быть, из какого-нибудь другого издательства. В общем, я обожаю ваши рекомендации. Они очень часто попадают прямо в яблочко. Я все записываю, все сохраняю, поэтому обязательно пишите. Книга, которую мне уже прямо не терпится прочитать. Это сборник рассказов Лоры Белой Ивановны «Южно-русская Овчарова» или «Южно-русская Овчарова». Я, если честно, не знаю, куда здесь правильно ставить ударение. Это такой сборник истории про необычную деревню. Я вам сейчас зачитаю, что там происходит. Если поехать на север от Владивостока и не обращать внимания на дорожные знаки и разметку, попадешь в деревню, где деревья ревнуют, мертвые работают, избы освещают тьмой, и филина не на кого оставить. Так все и будет в самом деле? Конечно. Это только кажется, что не каждый может проснуться среди чудес. На самом деле, каждый именно это и делает день за днем. Я купила эту книгу, потому что мне захотелось в очередной раз чего-нибудь эдакого с магическим реализмом. Причем у меня был запрос найти магический реализм именно в книгах современных российских авторов. Я вам уже в одном из недавних видео рассказывала про роман Марии Галины «Медведки», который мне очень понравился и который, судя по комментариям, очень как-то привлек ваше внимание. Вот мне хотелось чего-то похожего, и я таким образом нашла вот эту замечательную книгу. Еще меня очень заинтересовала вообще деятельность Лоры Белло-Иван. Вы только послушайте. Она художник, журналист, писатель, работала реставратором в музее, буфетчицей в плавсоставе дальневосточного морского пароходства, собственным корреспондентом РИА Новости, пиарщиком на выборах и директором первого в стране реабилитационного центра для тюленей с 2007 года по сию пору. То есть, представляете, еще и книжки успевает писать, а я тут жалуюсь на то, что мне времени не хватает. А человек работает на минуточку директором реабилитационного центра для тюленей. Какая прелесть вообще. Обожаю людей, которые могут найти в себе вот эту смелость, попробовать самые разные занятия. Я вот, например, эту смелость до сих пор в себе ищу. Надеюсь, что когда-нибудь она уже выплеснется наружу, и я отброшу все свои сомнения, какие-то предрассудки, и тоже буду делать то, что мне нравится. Тут вот человек, очевидно, живет какую-то очень яркую, очень клевую жизнь, пробует разное, ищет себя везде, и еще и пишет книжки. Мне здесь очень нравятся иллюстрации. Они довольно незатейливые, но мне кажется, очень здорово отражают вообще весь антураж. Вот такая охота на кальмаров. Хочу вам найти прекрасную главу. Вот она. Борщ со взбитыми сливками. Мне уже нравится это название, уже прям сразу хочется прочитать этот рассказ. Австралийская квакша. Вот так вот. В общем, если вы тоже читали эту книгу, обязательно мне о ней напишите. Я на Буктьюве как-то, мне кажется, не часто ее встречала. Чаще где-то в каких-то телеграм-каналах видела на нее рецензии. Но, может быть, вам тоже есть что про нее хорошего, ну или плохого, ну мало ли, рассказать. Так что не держите в себе, рассказывайте. Еще одно свидетельство эпохи. Еще одна очень тяжелая книга, потому что в ней есть мелованные страницы с иллюстрациями. Это мемуары Нины Берберовой и курсив мой. Нина Берберова, как и Ирина Адоевцева, была такой яркой представительницей из Серебряного века, тоже знала кучу самых разных людей. Портреты Ходосевича, Бунина, Горького, Белого, Цветаева, Египиус, Иванова, Набокова написаны абсолютно свободным человеком, без оглядки, без страха, то хлестко иронично, то трепетно, то нежно. Очередная автобиография, очередная чья-то жизнь, в которую я бы хотела погрузиться с головой. Сейчас покажу вам немножко фотографий отсюда. Вот непосредственно сама Нина Берберова. Вот замечательные герои, которые появляются на страницах ее автобиографии. Мне кажется, невероятной красоты была женщина. Я пишу сагу о своей жизни, о себе самой, в которой я вольна делать, что хочу, открывать тайны и хранить их для себя, говорить о себе, говорить о других, не говорить ни о чем, остановиться на любой точке, закрыть эту тетрадь. Все, что здесь пишется, пишется по двум законам, которые я признала и которым следую. Первый, раскрой себя до конца, и второй, утаи свою жизнь для себя одной. Нина Берберова. Не знаю, когда я успею за год прочитать столько автобиографий, и вообще надо ли за год читать столько автобиографий, или стоит выбрать что-нибудь на знакомство одно, а остальное припасти на чуть попозже, но в любом случае я эту книгу хотела очень давно, я очень много про нее слышала, и исключительно только хорошая. Я все время ходила на нее, облизывалась подписных, когда бывала в Питере, но как-то все, что-то меня удерживало от ее приобретения, возможно, довольно высокая цена, но тут я уже решила не экономить, а наконец-то ее купить. Ну и наконец-то мои финальные покупочки, очередное пополнение серии про мифов от издательства «Вы не поверите, миф». Вот так все красиво. Это «Шумерские мифы» от Всемирного потопа и эпоса о Гильгамеше до бога Энки и птицы Анзут. Я по-прежнему еще не прочитала ни одной книги из серии, но почему-то мне очень хочется ее собирать. Я собираю не все подряд, собираю только то, что мне может быть интересно. Собственно, «Шумерские» я купила, потому что я собираюсь знакомиться с эпосом о Гильгамеше. Собираюсь я знакомиться с ним еще с января, все собираюсь, собираюсь, собираюсь. Ну, глядишь, к концу года наконец-то соберусь. А перед этим обязательно прочитаю вот эту книгу. Мне довольно интересна культура шумеров. Эти ребята придумывали просто невероятное количество всяких изобретений. были очень талантливые. Мне кажется, что мифология у них тоже довольно интересная. Мы о ней мало что знаем. Она не такая популярная, как, например, греческая или римская, или та же скандинавская. Но никогда не поздно почитать что-нибудь для общего развития. И вот это неожиданный вариант такой с румынскими мифами от выркалаков и фараонок до мумы, педурий и дракулы. То есть из румынских мифов я знаю только графа Дракулы, но почитала всякие рецензии, почитала вообще, о чем здесь речь, что здесь тоже очень много всяких обрядов, каких-то поверий, очень классные тоже фотографии, кстати, с народными костюмами. А вот узнаете, красавчик? Вот он. Тот самый. Обожаю, как издают эти книги. Они всегда все стилизованы под один вот такой цвет. Ну то есть здесь, видите, такая бордовая гамма. Здесь все фотографии, все страницы, они стилизованы под этот цвет. Не знаю, когда тоже буду читать. Пока как-то тянет скорее к мифам греческим, которые я тоже все с января пытаюсь начать постигать, скажем так, обновлять, потому что я, конечно, когда-то давным-давно их все читала, но пора бы освежить их в своей памяти. Вот такие получились книжные покупки. Я очень ими довольна, потому что здесь много таких штук, которые я вроде бы хотела давно, но все никак себе не покупала, а потом наконец-то позволила. Здесь, видите, даже есть такие немножко спонтанные приобретения, которые мне не свойственны, но тем не менее куда же без них, куда без внезапных вообще книжных вбросов у книголюбов. Рассказывайте, что вы себе купили в марте, пишите, сколько это было книг, сколько вешать в граммах. Может быть, вы читали что-то из того, что я сегодня показывала, я в очередной раз призываю вас тоже писать об этом в комментарии, мне всегда очень приятно с вами общаться, ну и вообще пишите все, что у вас наболело, все, что вы хотели мне высказать, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, но хотите продолжать смотреть мои видео. Я надеюсь, что сегодня было интересно. До скорого, пока!